Привет. Здравствуйте. Представься, пожалуйста, как тебя зовут и откуда ты приехал на ретрит Светланы Лавровой? Владимир. Зовут Владимир. Приехал. Петропавловск, Казахстан. Издалека? Ну, не совсем рядом. Ну да, относительно Байкала, наверное, да. Сколько ты добирался? Двое суток поезд. Это твое уже не первое мероприятие со Светой, правильно? Правильно. Что тебя продолжает сюда приводить, привлекать на ретрит Светланы Лавровой? Люди и Светлана в первую очередь. Какой коллектив всегда собирается? Какие люди? Еще раз напомнить надо. Вы собираетесь фотографии перед началом ретрита и после сделать фотографии. Какие люди уезжают? Это небо и земля. Как ты это видишь? Расскажи. Какими ты их видишь в начале и в день завершения? Ну, некоторые как бути. Там раскрывается язык, не закрывается. Улыбка 6 на 9. Это прекрасно видеть. Человек сам себя находит и внутри себя изыскивает. И находит прекрасно себя. Внутренне для окружающих ощутимо, очень ощутимо. Ну и для себя, если ты хороший, для других, для общества. А что ты находишь на ретритах, приезжая сюда? Какие состояния, может быть, инсайты? Что для тебя важно? Инсайты, он всегда проходит. Даже Светлана и онлайн ведет, и там все равно найдешь инсайты. Инсайты. И здесь. А здесь тем более, когда общаешься напрямую. У тебя была консультация, по-моему, да? Личная? Да, была личная консультация. Просто подтверждение тому, что куда идешь, зачем идешь, почему и как раскрыть. Самого себе. Своё пространство. А как для тебя формат ретрита пятидневный? Достаточно ли этих дней? Может быть, это недостаточно для тебя было? Насколько плотно события, расписания? Как ни странно, но в этот раз очень плотно, плотно и хорошо. И зашло. И материал, и ну все прекрасно. Байкал принял отлично. Байкал, батюшка, мы были дважды на нем. И на этом ездили, на водные были, экскурсия. И на самую высокую точку Байкала. Прекрасно и хорошо, и как он нас встречал. Удалось соединиться с этими местами силы? Ну, я бы не сказал места силы, но совместно с ними, если ты молоду, сам собой, ты всегда и везде будешь хорошо себя чувствовать. А здесь тем более сам, ну все велит быть. Ты хотел рассказать про погоду, которая нас здесь встретила. Погода, приехали мы, погода. Сюда я ехал, меня пугали, что Байкал холодный, одежду надо теплую, вот то-то, то-то, то-то я не взял. Меня пихали буквально в смысле эту одежду. Я отказался, как ни странно. И вода холодная, холодная, но такой воды теплой. Он держит прям мягкий, вода. Погода отличная. Везде и все во время рита сопровождалось хорошей погодой. Где я не хочу себя, не себя, а группу или там Светлану, еще кого-то. Всегда сопровождает хорошая погода. А погоду делаем мы совместно. Себе. Скажи, а какое бы ты послание хотел оставить сам себе, когда ты случайно в какой-нибудь один из дней наткнешься на это видео? Вот из этого дня, из этого места, что бы ты хотел сам себе послать? Как можно чаще пребывать в таком состоянии. А какое у тебя сегодня состояние? Да неохота даже разговаривать. Просто созерцать, слушать окружающих тебя. Я благодарю тебя за это состояние, за то, что ты им поделился. Галина, благодарю тебя, что ты этим занимаешься. Нас прекрасный пресс-атташе. Да, вот ты в этот раз меня нарек пресс-атташе. Да. Я не против. Хорошо. Надеюсь, мы увидимся еще на новых мероприятиях Светланы. Очень надеемся. Приятно видеть, когда люди возвращаются снова и снова. Это здорово. И видеть таких людей, как и ты, и все остальные. Спасибо большое за теплые слова. Спасибо.